На самом деле, смотрите, я посмотрел список санкций прошлого года, поскольку Роман заговорил о санкциях, которые принимал Конгресс, ну и не Конгресс, а Минфин США. Абсолютное большинство санкций связаны с фамилией Алексея Навального, а не с Украиной. Смотрите, Международная организация по запрету химического вооружения провела экспертизу и обнаружила, что Алексей Навальный, это три независимые лаборатории, германская, французская и шведская, шведская пока не входит в НАТО, говорят о том, что в его крови были отравляющие вещества, вернее, оно имеется в виду остатки. И кажется, очевидно, что он был отравлен. МИД запрашивал помощь, но Россия не открыла уголовного дела, и Германия сказала, нет уголовного дела, нет помощи. Сергей Викторович, вы продолжаете, я имею в виду Министерство иностранных дел с западными парнерами, с УЗХО в первую очередь, потому что там есть доклад, а мы члены УЗХО, значит, вы видели этот доклад по Навальному. Но вы продолжаете сотрудничать с УЗХО в этом вопросе? Потому что, смотрите, каждая международная организация европейская теперь оказывает, мы оказываемся в меньшинстве. ЕСПЧ, мы говорим, они русофобы. ПАСЕ, мы говорим, они русофобы. ОБСЕ, мы говорим, они русофобы. УЗХО, мы говорим, они русофобы. Ну, может, это поручик не в ногу как-то. А у вас там на груди, Алексей Алексеевич, хо-хо-хо, это не УЗХО, а это хо-хо просто. Я думал, это УЗХО. Вы задали вопрос про УЗХО, тоже не обозначая реперные точки, которые требуют прояснения. И если вот излагать так, как вы вопрос этот задали, то у Майкла Макфола, у того же, и у других неискушенных слушателей, может создаться впечатление, что все это правда. И когда вы говорите, вот вы что-то там просили у немцев пояснить, они сказали, заведете уголовное дело, тогда мы вам что-нибудь дадим. Это что такое? Обязательства Германии по конвенциям, в том числе Европейской конвенции о помощи в уголовных делах, правовой помощи, они не связаны с наличием или отсутствием у кого бы то ни было заведенного на кого бы то ни было уголовного дела. По нашим законам уголовное дело может заводиться, когда есть факты. И это никак не противоречит многочисленным случаям применения этой процедуры в отношениях со многими другими странами. Но когда не врачи, у нас есть вот такой толщины материалы, которые мы по всему миру рассылаем, я уверен, которые должны быть доступны журналистам «Эхо Москвы» и других средств массовой информации. Но когда, во-первых, мы до сих пор не получили ответ, кто прилетал за Алексеем Навальным. Почему, судя по объективным данным, самолет, на котором его привезли из Омска, который за ним пролетел в Омск, был заказан за день, по-моему, до того, как ему стало нехорошо? Почему нет ответа на вопросы, которые были заданы в германском парламенте сугубо конкретно, фактологически? Как случилось, что пилот, который не хотел, чтобы Певчих брала бутылку с собой, значит, в итоге согласился? И опять же, кто там из... был какой-то шестой пассажир? Это все задано в германском парламенте, в Бундестаге. Почему Певчих невозможно опросить? Немцы говорят, что она не общалась с Навальным, она не посещала его в клинике, а сама Певчих пишет, что посещала. Бутылка, которую она привезла, никто ее никому не показывает. Наши просьбы совместно эту бутылку обследовать отвергаются. И я вам хочу сказать, что утверждение о том, что обнаружены были запрещенные отравляющие вещества в организме Алексея Навального, они стали делаться после того, как в клинике Шаритек, которая является гражданской клиникой, у него ничего из запрещенного химической конвенции не нашли, а обнаружили все это в клинике Бундесвера, причем за три дня всего-навсего. А когда пару лет до того аналогичная история была со Скрипалями, и мы настаивали, что нужно руководствоваться не хайли-лайкли, а конкретными фактами, и приводили данные о том, что на Западе тот самый пресловутый новичок, ну, в Америке почти 150 патентов с этим новичком, и разрабатывался он и в Европе, нам тогда и Германия, и Франция, и Швеция, и многие другие клятвенно говорили, что у них таких технологий нет. Нельзя, не имея технологий, за три дня обнаружить это вещество в организме человека. Это любой маломальски грамотный химик знает. А, кстати, когда... Сначала немцы сказали, что мы вам не дадим, потому что это секретная военная информация. Ничего себе вы нас обвиняете в убийстве или в покушении на убийство. А информация секретная. И потом у вас такой технологии быть не должно по определению, если вы добросовестный участник Конвенции по запрещению химического оружия. Потом они стали говорить, ну, в общем-то, мы бы дали, но Навальный запрещает. Ну, и дальше что? Тогда не надо, чтобы обвиняли, там, адвокат Навального обвиняет Дмитрия Пескова, что он обвинил, значит, его Навального в сотрудничестве с СРУ. И это, значит, и требует представить доказательства. Ну, доказательства какие? Ну, посещали его сотрудники американской разведки в больнице. О чем Дмитрий Песков и сказал. А когда мы требуем доказательств самого страшного обвинения в покушении на человеческую жизнь, нам говорят, нет, он не хочет вам это все предоставлять. А когда мы пошли в ОЗХО и попросили у них результаты, они сказали, что они могут это сделать только если им немцы разрешат. И круг замкнулся. А то, что ОЗХО выпустило, о чем вы сказали, почитайте внимательно. Там сказано, что обнаружено какие-то там полиэстеразы, там нигде не сказано, новичок. Обнаружено какие-то вещества, которые по составу похожи на некоторые вещества, включенные в запрещенный список ОЗХО. А формулу нам и никому больше они не дали. Ни немцы, ни французы, ни шведы. Это секрет. А именно в формуле содержится доказательство того, это правда или это чистой воды обман и ложь. Пока я склоняюсь к тому, что у Запада никаких оснований не существует нас обвинять. И все это затеяно целью провокации. Я упоминал день, когда был заказан спецборд для того, чтобы в Омск лететь за Навальным. И, кстати, в тот же день, за день до отравления, немцы, согласно докладу ОЗХО, обратились в ГАГу с просьбой оказать содействие в расследовании этого случая. Потом они стали говорить, что это была опечатка, и на самом деле все произошло позже. Там много интересного. ОЗХО, даже вот когда немцы уже к ним обратились где-то в начале сентября, и они скрывали это от нас, сотрудники секретариата организации по запрещению химоружия, несколько дней. А потом признали с задним числом. Ну да, но нас немцы просили никому не говорить. Не вызывает какие-то подозрения вся вот эта история? У меня вызывает и глубокие. Еще раз приглашаю всех слушателей «Эхо Москвы» и других радиостанций ознакомиться на сайте Министерства иностранных дел с материалом, который содержит огромное количество неотвеченных Западом совершенно закономерных вопросов.